Всем привет, ребята! Вы попали на канал Антон Профит. Сегодня я расскажу тебе о нескольких очень интересных видах мошенничества через бесплатную NFT, которую ты получишь себе на кошелек. В данной мошеннической схеме злоумышленник обязательно заработает, а вы потеряете часть или полный объем своих средств. Данная схема новая, о ней еще никто не рассказывал, тем более я продемонстрирую весь этот процесс потери денег в этом видео. Я планирую снимать подобное видео и дальше, в котором буду демонстрировать как не только новички, но и опытные пользователи. Теряют все свои деньги, попав на уловки мошенников. Подобных видео очень мало на ютубе, но именно такие видео должны в первую очередь смотреть те, кто пришел в криптовалюту. Поэтому, дружище, обязательно подпишись на канал, поставь свой царский лайк под этим видео, обязательно смотри это видео без перемотки. Ролик перемотаешь, крипту потеряешь. Обещаю, что тебе будет очень интересно. А я начинаю. Итак, ребята, начинаем. Многие из вас знают такой сервис как Galaxy или ему подобные сервисы. Все аналогичные сервисы позволяют нам с вами получать бесплатные NFT. За одну из 100 таких NFT иногда можно что-то получить, но все остальные являются полноценным мусором. NFT получаются очень легко. Проекты выставляют определенные задания, наподобие подписки на твиттер, ретвита или вступление в дискорд проекта, а взамен дают вам свою необычную NFT. При клейме данной NFT она попадает к вам на кошелек. Список всех, кто заклеймовал эти NFT, всегда находится снизу. И легко получить доступ и информацию о каждом из пользователей, чем и пользуются мошенники. Нажмем сюда и увидим всех обладателей данной NFT. Выберем любого из данных персонажей, допустим вот этого. И мы с легкостью можем посмотреть, какие NFT он получал, в каких проектах он участвовал. А также мы можем увидеть его кошелек, нажав на данную кнопку. Нас перебрасывает на Etherscan, где мошенник полностью видит адрес кошелька потенциальной жертвы. Он видит, какие средства находятся у него в той или иной сети. Он может пробить также этот адрес по всем остальным блокчейнам через различные сервисы. И видим, что данный человек имеет 118 максов в общем на своем счету в различных сетях. Вполне возможно, что мошенника не заинтересует данный аккаунт. А может наоборот. Чем меньше средств у человека, тем больше шансов, что этот человек еще новичок в крипте и не понимает, что и как происходит. И его проще развести на следующей мошеннической схеме. Итак, мошенники получают доступ ко всем адресам данных людей. А это легко сделать при помощи различных утилит, которые парсят все эти данные, собирают в кучу и рассылают вам на кошелек свои спанные NFT. И вот в один прекрасный момент вы заходите в любой кошелек, который отображает ваши заклемленные NFT. Trust Wallet, SavePal или многие другие поддерживают данную функцию. Начинаете чекать все NFT, которые вы получали когда-либо. Смотрите, заклемилось ли ваше последнее NFT из задания. Коллекционируете эти картинки. Хотите заработать денег. И тут вы видите перед собой подобную NFT. Это очень необычная NFT. Вы в нее внимательно сматриваетесь и видите, что это какой-то скейншот экрана, на котором видно баланс данного кошелька. Сейчас я выведу его на ваши экраны. Данный NFT в очень плохом качестве. Но это не беда. Мошенник позаботился об этом. И если мы зайдем в эту NFT, при желании мы можем рассмотреть то, что написано на этой NFT. Увидеть даже сетфразу для этого кошелька. И вы думаете, ни хрена себе я сейчас разбогатею. Ведь на этом кошельке почти 4000 баксов. И даже описание есть, в котором указано, что это бесплатные 3950 USDT в блокчейне TRC20. И даже указано 12 слов от сетфразы. И вы думаете, что вы счастливчик. И наконец-то вам повезло. И вы что-то выиграли. И даже если вы опытный пользователь, только не надо сейчас говорить, что нет. Вы обязательно попытаетесь вывести эти средства с данного кошелька. К каждому из нас сидит жадность. И когда мы видим перед собой неплохую сумму, и при этом мы можем ее попытаться забрать, мы обязательно попытаемся это сделать. Я уже давно в крипте и знаю, чем вся эта история закончится. Но обязательно продемонстрирую вам, как многие из новичков и даже опытных пользователей теряют на этом свои деньги. Итак, что мы имеем на данный момент? У нас есть сетфраза от кошелька. У нас есть скриншот, на котором видно, что есть на нем деньги. Мы должны убедиться, есть ли эти деньги там. В первую очередь я беру отдельный телефон от своего основного. И устанавливаю на него кошелек TrustWallet. После установки я восстанавливаю кошелек по данной сетфразе, на котором вижу, что лежат определенные токены. Но USDT я еще не вижу. Иду в настройки кошелька, ищу данный токен в поиске и добавляю USDT TRC20. И что мы видим? Деньги действительно лежат на данном кошельке. И скажу больше, ребята, это настоящие токены USDT TRC20. Это не какие-то поддельные левые токены. Это настоящие USDT. Каждым из нас в такой момент закрадывается мысль. Нифига мне повезло. Вот это я сейчас подниму. На носу праздники. Я обязательно куплю что-нибудь себе и жене в подарок. Вот я отпраздную. Какой я молодец, какой я красавчик. И даже если мысли у вас немного другие, в любом случае 99% из нас с вами попытаются вывести эти средства. Я создал параллельно еще один кошелек, на который я попытаюсь вывести USDT с кошелька мошенника, чтобы он не имел потом к ним доступ. Копирую данный кошелек. Возвращаюсь назад и пытаюсь отправить эти токены к себе на кошелек. И что мы видим? У нас не хватает токенов TRX для того, чтобы мы могли перевести такую большую сумму себе. А всего-то надо 20 с лишним токенов TRX, чтобы разбогатеть. И на этом моменте, ребята, большинство людей, даже понимая, что это мошенничество, все-таки попытаются рискнуть и вывести себе эту криптовалюту. Я уже не говорю о новичках, которые не понимают, в чем здесь подвох. Итак, для того, чтобы вывести эти средства, нам придется пополнить данный кошелек токенами TRX. Именно на этом и зарабатывает мошенник. Суть мошеннической схемы такова. Вы пополняете данный кошелек мошенника, чтобы вывести эти USDT, чтобы у вас хватало токенов TRX на оплату комиссии. А у мошенника данный кошелек уже настроен при помощи специальных ботов на отправку этих токенов к себе на другой кошелек. Объясню проще. Вы кидаете свои токены на этот кошелек, и они сразу же улетают мошеннику на другой его кошелек. Вы никогда не сможете опередить бота, вы никогда не сможете нажать кнопку быстрее, чем это сделает искусственный интеллект. Да, до многих из нас покажется, что сумма риска наша с вами небольшая. И рискнуть всего 20-30 токенами TRX, то примерно 1,5-2 бакса на данный момент, на фоне того, что мы с вами можем разбогатеть аж на 4000 баксов, для каждого из вас будет ключевой и роковой ошибкой. Каждым из нас в этот момент сидит жадность, которая говорит, ну рискни, это же копеечки. А вдруг у тебя получится? И даже опытные пользователи, которые понимают, что могут не успеть вывести эти средства, эти 4000 долларов, все равно будут рисковать. 99% этих пользователей будет рисковать, уже не говоря о новичках. И именно нашей с вами жадностью и попыткой рискнуть небольшой суммой и пользуется мошенник. Мы можем зайти в кошелек TRX данного мошенника и убедиться в том, что каждую минуту ему поступают такие небольшие транзакции. И видим, что эти транзакции сразу же улетают на другой кошелек. И сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как все это происходит. Чтобы ускорить весь этот процесс и максимально быстро попробовать вывести эти 3949 долларов себе на другой кошелек, я воспользуюсь вторым телефоном, с которым я буду отправлять токены TRX для оплаты комиссии. Итак, для этого мне сначала нужно пополнить данный кошелек токеном TRX, нажимая кнопку «Получить». На своем втором телефоне я нажимаю «Трон», «Отправить» и сканирую данный QR-код. Выбираю необходимое количество 26 токенов, нажимаю «Продолжить» и нажму кнопку «Подтвердить» после того, как я уже заранее подготовлю этот кошелек для отправки токенов. Нажимаю «Отправить», «Вставить», вставляю свой адрес, куда я хочу вывести эти токены, нажимаю «Макс». И как только транзакция по TRX на моем телефоне пройдет и токены TRX появятся на счету, я нажму кнопку «Продолжить» сразу же. Итак, действуем. Нажимаем «Подтвердить» и отправляем токены. Токены ушли, нажимаем «Продолжить», «Подтвердить» и смотрим и видим ошибку. Дело в том, что в момент создания этой транзакции эти деньги для оплаты комиссии были на счету. Но пока эта транзакция пыталась сформироваться, эти деньги уже были отправлены ботом на другой кошелек. То есть мы просто не успели. В процессе этой транзакции, в эти миллисекунды, деньги уже уходили на другой кошелек. Итак, ребята, будет с каждым из вас. Не пробуйте, не пытайтесь это сделать. Зайдем в данный кошелек и увидим, что мои троны 26 штук приходили на данный кошелек. Мы можем убедиться, что это мой кошелек. Нажать «Получить» и видим тот же самый кошелек. И сразу же эти токены были списаны данной транзакцией и ушли к мошеннику на его основной кошелек. Мы можем посмотреть подробности данной транзакции и вы, ребята, все очень удивитесь. В графе «Фром» мы видим этот кошелек мошеннический, а в графе «Ту» как раз тот основной кошелек мошенника, куда все токены улетают. Нажимаем на него и видим баланс данного кошелька. Как видите, он накопил уже почти 2,5 тысячи долларов. А это 44 687 тысяч токенов TRX. У мошенника 1168 транзакций и исходящих уже 12 штук. То есть он еще выводил отсюда деньги. И это не окончательная сумма, на которую он развел доверчивых людей. А теперь представьте, что он разослал эту NFT миллионам пользователей. И если каждый скинет ему по 1,5-2 бакса, то какую сумму данный мошенник соберет. Поэтому, ребята, никогда не ведитесь, не бывает халявы в крипте, тем более в таком виде. Никто и никогда не подарит вам свои деньги. В подобных схемах ты всегда будешь в минусе. Не надо кормить мошенников, они зарабатывают миллионы долларов на этом. Это лишь один из тысячи способов того, как ты сможешь потерять свою криптовалюту. Бывают случаи, когда пользователь теряет абсолютно весь свой кошелек. И таких ботов устанавливают мошенники тебе на кошелек. И когда ты ловишь на свой кошелек подобного бота, то все твои средства, которые находятся у тебя на кошельке, автоматически переходят мошеннику. Как бы ты не пополнял свой кошелек, что бы ты на него не отправлял, все твои токи на автоматом улетают мошеннику. Как избежать подобного? Просто не подключать свой кошелек к различным левым сайтам. Особенно к сомнительным сайтам, на которых раздают бесплатную NFT или криптовалюту. Главная задача мошенников, которые выпускают там свои NFT или крипту, собрать данные о вас, собрать данные ваших кошельков, твиттеров, дискордов, чтобы обладать полностью всей информацией. В моем чате уже были подобные пострадавшие, которые поймали этот самый вирус на сайте Galaxy. В компании по Минту бесплатный NFT от Cheers, какого-то проекта, который залетел на Galaxy и создал свою бесплатную NFT. Где в одном из условий было подвязать свой кошелек. После того, как пользователь подвязал свой кошелек, он потерял все свои эфиры, которые лежали у него на счету. А это аж половина эфира. Если бы у него на кошельке на тот момент лежало 100 эфиров, то он потерял бы все 100 эфиров. Сейчас объясню немного подробнее. Данный проект спокойно смог залететь на Galaxy, раздать свою NFT. Якобы для обладателя данной NFT будет производиться дроп этого проекта. И после того, как пользователь получил эту NFT за выполнение всех заданий, вступил в дискорд проекта, проект через некоторое время объявил как раз этот аирдроп. Где всем обладателям данной NFT было предложено заклемить этот дроп. И люди ничего не подозревая, потому что в нашем головах сложилось так, что мы доверяем сайту Galaxy, на котором не может быть мошенников. Пошли и заклемили этот дроп. И в итоге поймали на свои кошельки этот вирус. Абсолютно все токены данных пользователей на кошельках ушли мошенникам. Поэтому, ребята, сто раз подумайте, нужно оно вам или нет. И прежде чем вступать куда-то и влетать в какой-то проект и клеймить их бесплатную NFT, сначала внимательно изучите проект и убедитесь в том, что вас не заставляют подписывать какую-то левую транзакцию. И я уверен, что это видео убережет тебя от потери твоей криптовалюты однозначно, если ты столкнешься с подобной NFT. Как я уже и сказал, я буду периодически выпускать подобные видео на тему того, как тебя могут кинуть в криптовалюте. Поэтому обязательно подпишись, дружище, на канал, поставь лайк этому видео и обязательно поделись этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнали об этой новой мошеннической схеме и не попадали на уловки мошенников. Если ты стал жертвой мошенника в криптовалюте и у тебя есть интересная история, которой ты хотел бы поделиться, то обязательно пиши мне. И, возможно, ты станешь героем следующего выпуска. Обязательно поделись в комментариях под этим видео, что ты думаешь о подобных мошенниках. Желаю тебе удачи и никогда не терять свою криптовалюту, потому что потерять ее намного легче, чем заработать на этом рынке. С вами был Антон Крофит. Желаю вам всем удачи. Всем пока.